Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Милена. Я надеюсь, что я все-таки записываю сейчас видео, потому что у меня новый фотоаппарат и я отсюда плохо вижу, потому что он находится далеко от меня. Я не знаю, включу я или нет, потому что, блин, он далеко. Вы думаете, что я сижу к вам близко, да? Нет, нифига. На самом деле, между фотоаппаратом на штативе и мной, ну, метра полтора-два точно. То есть теперь у меня новый фотик, как вы поняли, новый объектив и вместо 35 миллиметров объектив 50 миллиметров. Теперь приходится отставлять фотоаппарат еще на 3 метра дальше, чтобы у меня не было просто такая вот одна рожа в кадре просто. Вот. И еще, я надеюсь, если я подключила, нормально. Микрофон, который мне прислал друг, подарил. Илья, если ты это смотришь, огромное тебе спасибо. Действительно, теперь меня нормально слышно. Теперь я могу не орать на всю комнату и вы не будете писать, Милена, ничего, нифига не слышно. Теперь все слышно, но я надеюсь. Вот. Микрофон на самом деле очень хороший и длинный шнур, иначе я бы сейчас мучилась, если бы он был короткий. И вроде как меня слышно. Я надеюсь, вроде я включила микрофон. Сейчас, погодите, надо проверить. Да, я включила. Хорошо. Теперь, я еще надеюсь, что я не сильно кричу, что вам не больно это слушать, потому что я привыкла говорить громко, когда записываю видео. И, наверное, микрофон очень близко, он как бы... Вот. Вот микрофон. Ну, вам, наверное, не видно черное на черном. Но все же. Вот. И я монтирую еще видео, начала монтировать видео в новой программе вместо Pinnacle Studio 15. Теперь я монтирую в Sony Vegas 11. И, честно сказать, Sony Vegas, ты потрепал мне много нервов. Очень много. И, да, я просто намучилась с Vegas, но эта программа неудобнее, я скажу. Ну, может, это дело привычки. Однако, там больше функций, и теперь я буду монтировать. Я надеюсь, что вам больше нравится, типа, как-то круче. И вообще, по идее, Vegas это такая, типа, крутая программа, в которой можно сделать много всяких крутых эффектов, знаете, там, всяких переходов, там, взрывов и так далее. Там, люди могут создавать все, что угодно, улучшать свои видео. Но это не про меня. Да, это не про меня, потому что у меня руки растут не из плеч, а из задницы. И монтирую я пока что в этой программе не очень. Но огромное спасибо Герману. Это мой друг, который научил меня хоть что-то делать в этой программе. То есть, основное. И то, что я ему показала, он мне объяснил, такой, типа, спокойно объяснил все, как делать. Я вроде бы разобралась, что-то я уже забыла, что-то сама догнала, потом поняла. Но, в общем, по идее, монтаж должен быть чуть лучше. Наверное. Так, что-то я сильно разболталась и ушла от темы видео. Извините, пожалуйста. И да. В общем, видео сегодня будет о покупках корейской косметики. И наверняка вы задались вопросом, что-то она часто покупает косметику. Именно корейскую косметику. Да, довольно часто, потому что... Сейчас я вам все объясню. Первое. Я кей-поппер. Я обожаю кей-поп, всю эту корейскую музыку. Girls Day, Girls Generation и так далее. Два. Я дорамщик. Я обожаю дорамы. Если вы знаете какие-нибудь интересные дорамы, то напишите в комментарии, я обязательно посмотрю. И три. Естественно, первые два факта соединяем. Получается, что я люблю и корейскую косметику, которая действительно крутая, классная и просто мимимишная. Собственно, сегодня я вам покажу покупки недавно совершенной этой косметики корейской, которую я покупаю все там же, на Лунифере. Ссылки все под видео будут, потому что вы начали писать. Милен, почему ты не оставляешь ссылок? И знаете почему? Потому что, когда я оставляю ссылки, вы начинаете ругаться, типа, это реклама, Милен, ты что рекламируешь? Да если бы мне кто-то хоть что-то платил, и если бы я рекламировала, я бы сказала, да, ребята, это реклама, я рекламирую. Но я бы не рекламировала что-нибудь плохое, да, то есть какие-нибудь там прокладки или какие-нибудь дезодоранты, я бы это не стала рекламировать. Вот. И сегодня это не реклама. Я действительно покупаю, и я не жадный человек. Я с удовольствием поделюсь покупками, поделюсь тем, что я купила, потому что, что нравится мне, я хочу, чтобы и вы пользовались, и чтобы вам нравилось. Поэтому сегодня я вам покажу покупки, уже мнение о каждом продукте, потому что я уже недели две всем этим пользуюсь. И если вам интересно, если вы до сих пор остались со мной и слушаете эту болтовню, вы просто супер, поехали дальше. В общем, привезли мне посылку, ну как посылку, вот этот пакетик курьер принес. Вот такой вот очень-очень милый пакетик, как всегда на Лунифере. И сейчас я вам покажу, что я купила. Первое. Это шампунька, которая от фирмы Secret K. В общем, фирма Secret K в Корее это более такая, знаете, уходовая косметика, нежели декоративная. Это всякие-то шампуни, крема, бла-бла-бла. В общем, это шампунь, который называется So Fast Hair Booster, то есть типа ускоряющий рост волос шампунь, который ускорит рост волос, они быстрее вырастут. Не знаю, вы, наверное, уже заметили, что у меня волосы довольно длиннее. И вообще, по идее, они мне сами так, ну как быстро растут. Еще у меня было видео о том, как убыстрять рост волос. Я в описании оставлю ссылку на маску, на эту, ну, о которой я снимала видео. И, честно, не могу сказать, убыстряет ли рост волос шампунь, потому что, честно говоря, ребят, я сомневаюсь, что шампунь и какой-нибудь бальзам и маска может ускорить рост волос. Может быть, я могу ошибаться. Но я на 80% уверена, что он ничего не убыстряет, хотя все-таки 2 недели пользуюсь, так что я потом еще скажу. Но при этом он отлично промывает волосы. Он суперски пенится. Волосы после него 3 дня спокойно можно не мыть. Они чистые, блестящие, шелковистые, вот вы видите. Но минус в том, у кого крашенные волосы, он будет быстро, ну как быстро, средний, так, вымывать цвет. Состав тут написан на корейском, я корейского не знаю, но я больше чем уверена, что тут есть сульфат, который как раз-таки вымывает краску из волос. Поэтому не перебарщивайте с ним, а так шампунь просто классный. Следующее это вот такой вот бутылек от Тони Молли. И, в общем, это гидрофильное масло. Я думаю, уже все знают, что такое гидрофильное масло. Миллионы блогеров уже перепробовали гидрофильные масла разных фирм. Это от Тони Молли. И для того, чтобы лучше смывать с лица BB-крем. Как бы он основывается на этом, потому что BB-крем очень сильно забивает пор. То есть это неплохо, да, BB-крем, он лечащий, как бы, крем. Это не просто тоналка какая-то, которая забивает поры. Но при этом лучше, как бы, это там же в порах не оставлять и смывать. Вот, я заказала такую зелененькую, миленькую. Здесь 150 миллилитров. И пахнет зеленым таким сочным яблоком, кисленьким. Прям вкусняшка просто. И я всем советую. Очень вкусно. Еще там, ну, типа, в составе мята, которая так жжет лицо, немного подгоняя, ну, разгоняя кровь. В общем, там что-то и смывает BB-крем отлично. И потом можно умысывая, и как масло увлажняет кожу. Просто супер. Это заменяет мою двухфазную смывку. То есть, естественно, с глаз. Там я не советую вам смывать вот этим маслом. А просто тон, там что-нибудь с губ. То это просто отличная вещь. Дальше идут вот такие вот салфеточки из той же серии. Это тоже от Тони Молли, которые называются Pants Dream Eye Makeup Remover Pet. Наверняка половина из вас не поняли. Но, в общем, это салфеточки, которые смывают косметику с лица. Допустим, если вы куда-то поехали отдыхать, или у вас нет вдруг смывки дома, то вы можете смыть косметику с лица этим. И, честно, с глаз не советую смывать, потому что очень жутко щипет. Но с лица смывает отлично. В общем, и да, кстати, выглядит довольно большая упаковка, прям как салфетки. Но внутри они маленькие и кругленькие, как обычные спонжики. Знаете, такие круглые? То есть, упаковка большая, а там внутри прям такие муси-пуси салфеточки. И открывается вот так, вот такая вот упаковочка. Я надеюсь, в фокусе, да, потому что я отсюда не вижу, честно. Тут есть повороты экран, и это уже гораздо удобнее, но я не вижу. Видно вам, нет? Вот, и они очень вкусно пахнут. Хорошо смывают косметику, но с глаз смывать не советую. Следующее – это база. База в зеленом цвете, потому что там была лавандовая и зеленая. Это тоже от Тони Молли, которая называется The Lie Baby Doll Makeup Base SPF 15. В общем, почему зеленая? И на лице она не выглядит зеленой, ребят, нет. То есть, у меня сейчас вроде нормальное лицо, да? Зеленая для того, чтобы убирать какие-то покраснения, знаете, какие-то недостатки. Вот именно красные. Потому что зеленый подавляет красный. Если наверх нанести тон или биби-крем, то вообще супер будет. У вас типа идеальная кожа, благо-бла, ну, понимаете, да? Вот. И очень тонко ложится, очень легкая база. И пахнет вкусно чем-то фруктовым. Я не знаю, таким жвачным, яблочным. Я не могу описать запах, но очень вкусно. И я использую не на все лицо. То есть, вот на щечках, где у меня покраснения, там могут быть на носу бывает. На лбу у меня проблемная зона. Там здесь иногда, когда я сладкое переем. Супер вскрывает. Корректора вообще не надо. И я безумно довольна. Ну и последнее и самое мое любимое мимимишное. Это румяна от Etude House, которые выглядят вот так. Очень супер милая упаковка. И румяна не менее качественные. Я взяла в двух оттенках. Первый это Strafberry Mousse. И он очень-очень нежно-розовый. Прям такой еле видимый. Очень нежный. Как будто прям такой, знаете, мультяшный румянец. Такой нежно-нежно-нежный. И вторые румяшки, которые называются Strafberry Chou. Или Chou. Я не знаю просто. Я еще французский в школе учу. И немного произношения у меня французской надо идет. Вот. И он такой более розовый. Более такой яркий. Но не кислотный. Как бы он тоже очень-очень нежный. Но он поярче. Сейчас он у меня на щечках. Видно вам, нет? Надеюсь, видно. Но он просто настолько нежный, что его практически не видно. Но он есть. Самое милое в том, что, во-первых, они очень красиво оформлены. Тут очень милая пуховка, которая занимает почти всю упаковку внутри. И она огромная. Я ей, кстати, не пользуюсь, потому что я пользуюсь кисточками. Но для меня пуховка в этих румянах служит украшением. Потому что действительно выглядит очень классно с такими бантиками. И сами румяна просто отличные. И пахнут вкусно. Первые пахнут земляничкой, но что-то такое. А вторые клубникой. Вот. И я их очень-очень люблю. Ну и последнее. Это уже не покупка, а подарок от сайта. В общем, мне подарили, положили с моим заказом вот такую вот маску гранатовую, которую я уже использовала. Она позиционируется как увлажняющая маска. И действительно, она очень-очень сильно увлажняет кожу. Прям, знаете, такая кожа становится мягкая, как у младенца. То есть, ну, минут 15-20 подержать на лице. Я держала, правда, 10, потому что я ненавижу вот с чем-то валяться больше 10-15 минут. Вот мне может нравиться запах, нравится маска. Но я не могу просто лежать больше 15 минут. Для меня это просто мучение какое-то. Вот. Но она прекрасно увлажнила. Но при этом у меня немного на следующий день на лице, короче, некоторые всякие фигни появились. Я не знаю, возможно, это из-за того, что я съела в тот день много сладкого. Вот. Это либо из-за сладкого, либо из-за маски. Я не знаю. То есть, ну, как бы ничего страшного. Оно быстро прошло, вот эти вот всякие покраснения. Но, как бы, увлажняет отлично. И у кого сухая кожа очень, да, то есть для жизни, я не советую. А у кого сухая, какая-нибудь такая нормальная средняя кожа, особенно зимой, я думаю, это будет очень полезно, потому что очень вкусно гранатом пахнет. Ну, вот и все. Это были все мои покупки с сайта Лунифера. Я надеюсь, вам понравилось. Было что-то полезное. Если кому-то что-то понравилось, и кто-то хочет что-то купить, попробовать, я не знаю, или подарить друзьям, подругам, то загляните в описание. Я оставлю ссылки. И если хоть кто-нибудь напишет, что это реклама, я удалю ссылки, вы будете сами искать где угодно. Серьезно, ребят, я не злая, она просто действительно обижает, когда я что-то ищу, покупаю, пробую, и потом делюсь этим с вами. Честное мнение, что нравится, что нет, а потом пишет, это реклама. Это серьезно, очень обижает. Поэтому я оставляю ссылки. Пробуйте, заказывайте, и потом обязательно пишите комментарии, как вам вообще эта косметика, потому что я 90% случаев как бы ручаюсь за свои слова, что вам просто понравится. Во-первых, вид просто мимимишный и качество. Собственно, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал и оставлять комментарии, потому что я читаю все комментарии, ребят. Спасибо огромное за просмотр еще раз. Я вас всех очень-очень сильно люблю. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok